Всем привет, дамы и господа, с вами Юрий Хованский, и это Куба Краков. Сегодня мы будем проводить с самым замечательным, талантливым человеком во всем интернете. Кузьмой Гридин, Кузьма, поздоровься. Мне кажется, я должен губами шевелить, чтобы ты меня как будто озвучивал, знаешь, так, типа, сурдоперевод. Кузьма, поздоровайся. Здравствуйте, всем здравствуйте, Юрий Хованский, это его шоу. Это не совсем шоу, но шоу в плане только скилла, потому что... Шоу только Филипп Петрасович Киркоров устраивает. Нет, сегодня мы собрались здесь для того, чтобы посмотреть на бой, на, можно сказать, пир духа, на гладиаторское буйство. Сегодня играет VG Link, команда VG Link Hunters Ukrainians против Adventure Time Room. Две прошлые игры команда VG Link сокрушительно выиграла, поэтому посмотрим, что они могут показать нам в этот раз. Кузьма, ты как в доте? Шаришь? Слушай, в доте я шарю, но я уже в нее не играю. Все, я вот понял, что вот смотреть доту хорошо, я смотрю, знаешь, вот я как ребенок, когда доту смотрю, мне нравится быстрой картинки, то есть, что что-то происходит, то есть такое. А в доту играть мне не нравится. Ну, знаешь, как бы, мне кажется, что так можно на что угодно смотреть, особенно интересно на Зуму какую-нибудь, когда она плюется этими шариками цветными. Я хочу лавалую лавалую ламп... Блядь... Лавал Эмп, ну как же там было-то у Фили... Лавал Эмп... Да, только ты в курсе, что... Ты можешь это произнести? К ней еще нужен коробок травы, иначе она... Иначе это просто дебильная лампа, ты ведь понимаешь, да? Ну да, конечно, понимаешь. Да, как бы без... Не сработает. Слушай, как я понял, в первой игре VG Link, он же там не совсем выиграл, там же ливного команда получается. Ну да, практически вся пришла. А во второй так же было или нет? Нет, во второй был напряжённый замес. Многие, типа, спорили даже, что, дескать, VG Link мог бы проиграть. Если бы, там, ну знаешь, такая тема, как... Ну так, да. После футбола слушаешь, типа, вот, мы бы вышли в следующий этап, если бы те команды сыграли в ничью, и там все бы... Если бы звёзды так сошлись, короче, то мы бы обязательно выиграли. А команда... Охотники-украинцы-VG Link? Да. Я до сих пор, кстати, не понимаю, они охотники-украинцы или охотники на украинцев. Мне не дали официальных комментариев по этому поводу. Вкратце пройдусь по банам. Забанили Баунти Хантера, забанили Течеса, потому что, видимо, прошлую игру как раз Течес затянул до невозможности. Слушай, в прошлом комментарии ты удивился по поводу того, что только в русских турнирах банят Течеса, только на Кубке Раков это делают. Но Шастрегуль сказал, что не, вообще-то на профессиональных кубках это делают, банят Течеса и прочее. То есть, ну, по-моему, то есть, знаешь, на профессиональных кубках тоже не банят, только в русских делают турнирах. То есть, нахуя Течеса банят? Никто не возьмёт Течеса никогда в русском турнире, чтобы вытащить игру и прочее. Ну вот, взяли же недавно. Поэтому, блин. И к тому же, это, знаешь, всё-таки какое-никакое шоу такое. Все любят посмотреть на удачно взорванную бомбу какую-нибудь, или смачный такой фраг. Потому что это интересно. Это как, знаешь, обычное убийство или теракт. Со взрывами веселее. Всех с 11 сентября, кстати. А, сегодня 11 сентября? Да, по-моему, 11 сентября. Нет, поздно, рано, ещё рано. Ещё не пришло время, когда можно... Нет, рано, ещё, нет. Ещё, погоди, я точно посмотрю. Да, 11 сентября. Можно сегодня все шутки, которые целый год мы готовили к этому, пошутить за один эфир. И как бы потом целый год отдыхать до следующего 11 сентября. Да, вот тебе сетап. Какая высота башен-близнецов была в 98-м году? Ну давай, ну ты чё? Что, такая какая сейчас... Не знаю, отстань. Достаточно для того, чтобы в неё могли врезаться два самолёта. Не знаю, что ты хочешь. Не знаю, ты ж ты с Димкой тусовал. Я вонлайнера не люблю. Я, кстати говоря, к вонлайнерам крайне... Я ненавижу Джимми Карра, считаю его очень утомительным комиком. То есть, а у Джимми Карра я смотрю все выступления. Это важно. Но я через силу смотрел. Только по частям. Раз там вот... Не, я смотрел все. Но мне Стюарт Фрэнсис больше нравится из вонлайнеров. Они у него как-то душевнее идут. А тебе нравится Митч... Какая же у него фамилия-то? Лакер. Митч Фейтал. Митч Фейтал, который по-российски говорит. Да, конечно. Я это всё ещё до того, как ты вообще слово стендап-словаря посмотрел. Уже я и глянул это, и шуток оттуда наворовал. Поэтому ты мне сейчас будешь про Фейталу затирать. Дазла забанили. Забанили Лешрака, Гирокоптера. Жалко, люблю смотреть на ульту Гирокоптера, Сайленсера и Шейкера. По пикам у нас ВиДжей Линк и команда Таск, Темплар и Феникс. Интересно, кем же будет играть? Знаешь, можно попробовать поиграть в игру друг с другом. То есть попробовать произносить название героя в доте так, как это делает ВиДжей Линк. То есть как бы он назвал... Туск. Тумплура Сасун. Фуникс. Да, Фуникс. Винтер Вуварн. Ну как-нибудь так. Слурк. Да, но Сларк тяжело прочитать как Слурк. Слушай, я не понимаю. Он как бы... Динрубтер. Да, он намеренно это делает. Ну конечно намеренно. Или все-таки это вот такая особенность речи ВиДжей Линка. Нет, 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 нет. Он намеренно, у него все время такие... Ну знаешь, он как Джокер. Такой, типа, прихохмит иногда что-то такое, добавляет. Бормочет, знаешь, постоянно. Как Витч Баба, Спирут, Крукера бахнет. Который, типа, Бэтмен ему не нравится. Он такой, Бэтс, Бэтс. Ты видел у него карты Гривни, один ствол? Где он такой, прям, с револьвером марширует. Типа, ВИДИТЕ его, ВИДИТЕ! Вылитый же Джокер. Да, да, да. Ну, стоп-то. Слушай, я заметил, тебя он постоянно пытается Юрием назвать. Если бы он еще отчество твое узнал, он бы по имени отчеству бы называл. Нет, он меня Хабенский называет, обижаешь. Ну, не знаю, я вот помню, мы стримили когда пятую ГТАшку, он тебя постоянно Юрий называл. Очень так, знаешь, у меня было. Что, а тебя он как называл? Кузьмой. Ну так и... Что ты пытаешься этим сказать? Я не знаю, да что ты пристал ко мне? Не знаю, да я не знаю, что я хотел сказать. Ты как-то что-то сказал? Это что-то должно как-то говорить нам о ВИДЖЕМИНКЕ. Это просто поддержать беседу. Это типа, как у тебя дела? У меня хорошо дела. Ну не, нужно же поддерживать беседу просто ради поддержания беседы. Нужно наоборот, ты же, как это, читал много. Давай, используй свои, ёпта, навыки чтеца. А что мне, где использовать? В комментировании доты? Так пик происходит. Да, да, сравнивай доту с, ёпта, войной и миром со всей этой. Вот, например, Спирит Брейкера. Чем тебе там не Андрей Балконский, да? Ну нет, Андрей Балконский это диструктор. Смотри, вдумайся, Спирит это дух. Брейкер ломает дух. Что вот подойдет под ломку духа? Такое ломание. Знаешь, наверное, это вот Великая Армия, как ее называл Наполеон. То есть это ломание духа. Ломание духа. Да, Великая Армия Наполеона. Ей даже не обязательно... Ребят, я извиняюсь, что вас перебиваю, но есть одна проблема. Кузьма, ты не настроил задержку на стриме. На стриме 10-секундная задержка, это может очень плохо сказаться на игре. Пожалуйста, выставь ее. Ай-яй-яй-яй-яй. Перейдем в игру, как бы стрим вырывать. Ну, если так, то придется, потому что без задержки играть вообще не дело. Команда может сходиться. Да, они же будут видеть карту. Они же будут видеть чужую карту и все будут это смотреть. 5 минут, желательно 5 минут задержку поставить. Рестарти, рестарти. У меня записка пока идет. Ну, очень обидно. Да нормально, они не разбегутся никуда. Давай бегом нажимай, чем быстрее, тем быстрее. Я только не знаю, где в бродкастере это сделать. Да ты шутишь. У тебя же есть партнерка на твичах. Задержка 5 секунд, а сколько поставить секунд? В информационной панели 5 минут можно поставить. В бродкастере, я задержка секунд 300 секунд. 350 секунд поставь. Ну ладно, 350. Вот, ты уже переставил, заново запустил? Ну, по сути, да. Андрей, тогда чекай. Он должен через 5 минут запуститься стрим. Не раньше. Нас смотрят, вот мы полторы тысячи сейчас как бы потеряли людей. Да, блин, ты понимаешь, что ну никак по-другому. Ну нет тут другого варианта. Нельзя уже, мы подключились, а у тебя без задержки. Нельзя выставить так задержку, чтобы зрители сохранились. Я только не понимаю, у меня стрим... Нельзя, Кузьма, и рыбку съесть! Подожди, да секунду ты, подожди секунду. Я не понимаю, у меня стрим включился или нет. Как бы в подкастере серый квадратик. Потому что он через 5 минут включится. То есть через... А-а-а, понял. То есть... Я задержку на Твиче выставляю, не знаю. Но они сами сейчас вот этот момент увидят через 5 минут или нет? Конечно. А-а-а. Мы как бы звучим из прошлого. Я понял. Сейчас вещаем. И голоса наши, они такие... Андрей, а ты про контроль там, чтобы точно, ну, все заработало? Угу. Хорошо. Хорошо. Итак, поехали. Винтер Виверн, Сларк, Дизраптор, Спирит Брейкер и Медуза! Так, это Adventure Time.ru. Лотф на Винтер Виверне. Страйк Мастер. Нееет, не успел прочитать. Страйк Мастер на Сларке. Джексон на Дизрапторе. Дон Дигидон выбирает героя. Я, к сожалению, не успел глянуть. Слушай, я не могу понять. Работает ли у меня? Скинный, 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 скинный. Работает, работает. Игра приостановлена. Пауза сейчас. Стрим заработает, как только 5 минут пройдет. Не, не про стрим. Работает ли у меня микрофон на самой Доте ТВ? Да работает нормально. У тебя вот смотри, ты говоришь, появляется белое такое облачко? Нет. Это хреново. Это очень хреново, конечно. И я пытаюсь... Я на G только, если буду нажимать, будет появляться. Ну тогда ты не включил пуш-тутолк. Или поставил слишком высокий порог чувствительности. Не, нормально. 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 Все. Нормально. Сейчас посмотрим. Раз, два, три. Нет, слушай, очень странно. Ну ладно, я буду G нажимать. Не западло это делать, на самом деле. Главное, чтобы когда я даже G нажимал, у меня было слышно. Да ладно, забей. Все равно, типа, тебя слышно на твоем стриме, и тебя слышно будет в записи. Ты у нас стример неопытный. То есть, получается... Да какая разница? Они, в принципе, на стрим могут критить сейчас и его начать смотреть, правильно? Нет. Они покупали билеты в Доте ТВ для того, чтобы приходить на твой стрим. Я не понимаю смысл. Ну ладно, ладно. Не понимаешь смысл покупать билеты? Я не вправе осуждать. Я не вправе осуждать организацию. Не вправе это делать. Поэтому нормально. Давай, короче. Слушай, скинули мне этот прозрачный ПНГ, а он нифига что-то не прозрачный. А, не, прозрачный. Нормально. Все, все нормально, пацаны. ПНГ-щичка. Так и я в воздухе. Сейчас, короче, я немножко окошко настрою. Сложно объяснить, что сейчас происходит. Вот. Поехали. На... Дон Дигидон на Спирит Брейкере сидит. Кроме того, команда ВиДжей Линка. ХГАД на Тимпларке. Иноземец на Сент Кинге. Чувак какой-то попытался вставить ссылку на свой твич на Фениксе. Но я не буду ее читать. К тому же пошел он нахрен. Никакой бесплатной рекламы. БТР. Уже проверенный старый друг ВиДжей Линка. И, конечно же, сам Топ Геймер на Вич Докторе. На Вич Докторе, да, Топ Геймер? Да-да-да. Можем следить. Они в трипле стоят на боте. Ты так шмыгнул прямо. Ага. Или тебя передергивают во время рекламы. Такой. Ага. У меня аллергия, знаете ли. Я вот думаю, что сейчас происходит в голове ВиДжей Линка. Ты никогда не думал об этом? Типа, как вот сейчас все это делается? Знаешь, такой этот чувачок, который, ну, бьет в... Как-то эти называются тарелки, типа, тэн, тэн, тэн. То есть, там примерно такое в голове, да? Ну, не знаю, не знаю. Не знаю. А что творится в голове у Джокера? Ты вот возьмешься описать это? Я нет. По-моему, какой-то, знаешь, такой бесконечный, бесконечное цирковое выступление. Или, да, бесконечный... Вот, да, у Джилинка, наверное, бесконечный стрим в голове сейчас ведет. Смотри, забирают Дона Дигидона. Дона Дигидона! Дона Дигидона на боте забирают! А, БТР за ним пошел! Нет, Дон Дигидона шел. Если это была бы рядовая катка, то есть, мы бы смотрели сейчас не со стороны комментаторов, а сидели, мы были уверены, что кто-то из нас мудак, типа, и мы могли его забрать. Но я думаю, что вообще шансов забрать его не было, поэтому не забрали. Да нет, 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 я все-таки думаю, что кто-то мудак. Всегда кто-то мудак, если ты был не в курсе. Всегда, это просто, это правило. Всегда кто-то мудак. Где-то. Может быть, даже рядом. Вот так я бы... О, смотри, на боте за местом пларка пытается уйти от Сларка. Сларк, нет. Нет, все, не догонит. Видимо, не получится быстрой игры, чтобы за 20 минут разобрались друг с другом. Ты как, может, воспользуясь случаем, расскажешь нам про свой опыт какой-нибудь интересный в Доте или еще что-нибудь? Все-таки не часто у нас такие гости на Кубке Раков? А что значит, такие гости? Далекие от мира Доты, я бы сказал. Далекие от мира Доты. Кстати говоря, стрим начинает появляться. Ну, был у меня большой опыт, я много играл в Доту. В свое время, опять же. Вот. Но уже со временем как-то, то есть... Не знаю, остыл, может, устал, потому что я очень много играл в первую Доту. У меня во второй Доте было наиграно просто огромное туевое куча часов. Вот. Но в первой Доте я колоссально много провел времени. И там у меня есть история про Новый год и Доту. Рассказать тебе? Как-то раз, то есть... Ну, Новый год, как всегда, знаешь, что сам понимаешь Новый год. Выпили там с друзьями, с родственниками. Вот. Было лет 12-13 мне. Не знаю, ушел гулять. Вот. И у нас была тогда компания, в которой мы всегда играли вместе в Доту. И я не знаю, как это работает. Может, это какое-то, знаешь, чувство, которое могут понять только мужчины. В один момент мы пришли все домой. Причем наш часовой пояс сошел... Был схож с часовым поясом латышов, с которыми мы играли. Мы все одновременно пришли домой. И я говорю... Мне как раз кажется, что твои истории про синхронизацию цикла могут не мужики понять настоящий, Кузьма. А вот прямо противоположный пол. Ну, так или иначе, мы все были. В один момент мы пришли домой. У всех было мнение, что пить отстойно, а пить отстойно, как бы ты ни говорил своим подписчикам. Вот. У всех было это мнение, и мы поняли, что пацаны, го в Доту. И мы играли в Доту, Юра. Играли всю новогоднюю ночь. Это было волшебно. Это, думаю, самый лучший Новый год. Неудачники. Пить им неудобно. Еще чего. Возмутительные. Как таких на праздник звать? Только испортят все. В натуре. Лучше бы вы сидели одинокими. Запертыми в своих компьютерных гробах. И не вылезали на свет, божий. Пить им не нравится. Еще. Ну, знаешь, основная такая ассоциация с Дотой, это, конечно, компьютерные клубы. У вас в Дота ТВ ничего не слышно. Было отрывками очень, типа, неприятно слышно. Наверное, порог чувствительности очень большой станет. Не знаю, у меня не работает вообще ничего, меня не слышно. Я не понимаю, что я сделал не так. Ну, ты не включил, наверное, OpenMig. Так, да-да-да. Я, наверное, теперь зазвучал в Дота ТВ. Сейчас скажем. Я не знаю, как применить настройки нужно. Как это сделать? Просто поставить их, и они применятся. Пропустили, как Сларка забрали на миде. И еще и пока лазал на стройки, пропустил второй килл. Ну, ладно, это Кубок Раков. Я уже записал отдельное видео на эту тему. Оно выйдет, наверное, даже... Ну, вы в один день увидите об ролике. Но меня просто возмущают претензии. Раз, два, три. Кубку Раков. Кубку Раков. Тут Раки играют. И Раки комментируют. И вообще, не люблю тех, кто играет во что-то профессионально. Вообще, не люблю одержимых людей. Неважно, дота это, или там, я не знаю, бокс, что угодно. Типа, ничего против боксеров не имею. Но если боксер думает, что кроме бокса в жизни ничего нет, то он мудачье оконченное. И мне наплевать, там, как сильно он тренируется, и на каких соревнованиях выступает. Он мудак. Говорю, с 99-процентной вероятностью. Раз, два, три. Так что, блядь, расслабьтесь и получайте удовольствие, блядь. Топ геймер играет. Я не могу понять, как применить настройки. Не могу. Я, то есть, вот в аудио, где нажать, там, Apple и FIFA. Я сейчас еще один килл пропущу, пока тебе показываю. Ну ладно, я тебе демонстрирую. Набираешь звук. Ставишь галочки, и все, и обратно убираешь. Обратно, окей, хорошо, нажал. Но когда я снова... OpenMeek, Voice Team, ты нажал или нет? Вот там есть голос, две. Voice Party и Voice Team. Ты нажал около Voice Team, чтобы загорелся OpenMeek. Да. Но G у меня осталось все равно. Да при чем тут это Voice Party? Там не должно быть галочки. Хорошо, я повышу чувствительность. Вот так вот сделаю. Нет, ты должен ее понизить. Чем ниже, тем вот это вот. Типа, ты должен уменьшить ее. Поставь процентов 10. Я 2% поставлю. Ну тогда будет слышно и меня, Мария. Нет, 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 не слышно. Вообще нихера не слышно. Все? Ладно, хоть киллов не пропустите. Раз, два, три. Нет, нет, не слышно. Вот, ну то есть... Да откуда ты знаешь, что не слышно в Dota TV? Потому что, если было бы слышно, то отображалось бы микрофончик не зачеркнутым. А он зачеркнул. Значит уменьши. Все, отстань, не буду ничего делать. Да как не будешь ничего делать? Я не знаю, как сделать. Ты объясни. Я тебе сказал, как это сделать. На топе забирают медузу. Да какую медузу? Тебя не слышно все равно. Все забрали медузу иди сразу. Тебя не слышно. На стриме и на видео меня слышно. Смотри, ты поставил OpenMig Threshold. Сколько у тебя? Сколько у тебя? 26%. Оставь 5%. 3% ставь. 3% ставь. 3% поставил. Дальше что? 3% поставил. Auto Detect Audio Latency High Quality Audio Mute Co-Broadcaster. У тебя только это должно стоять сверху. Mute, Hide, Auto Detected. Все правильно? Да. Что дальше? Все, хорошо. Теперь просто кликаешь. Ну типа в другом месте. Не на этом окне, а на соседнем. Может спикер конфигурейшн? Да не надо никаких спикер конфигурейшн. Ой, блядь, пропустили. Сколько киллов-то? Ебаный в рот. Вот закрывай все это и заходи, и проверяй. Ты должен говорить, и облачко должно появляться. Раз, два, три. Нет, не появляется. Оно появляется, но там зачеркнут микрофон. Не надо, оно не должно быть. Да что такое-то? Невозможно, чувак. Пилите с драфтера. Вот давай ты поговоришь, и я посмотрю, записывается или нет. Давай, хорошо. Да что у меня тебя слышно, значит ты есть. А, то есть я работаю? Я не знаю, надо устрегуля спросить. Ну, я думаю, что я работаю. Все, нормально, отстань! Я тоже думаю, что я работаю, но мои друзья, которые ходят на работу 5 дней в неделю, со мной не согласятся. Все, отстань. Давай комментировать. Давай, поехали. Жесткий. Человек, который может испортить настроение, знаешь, вот. Не знаю, ну не знаю, как это кончается. Энергетический вампир. Нет, нет, ну, нет, ты не энергетический вампир, ты знаешь, так, натуральный вампир, то есть, ты натурально из меня жизнь высасываешь. На миде, да, 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 я показываю замес прямо сейчас. Сейчас будет минус братру. Жестко опять виджейлинг команда. А смотри, не такие уж и раки-то, гнут только так. Может он реально это? Ну мы посмотрим, что там будет в финале в итоге или в полуфинале кубка рака. Ты же в курсе, что если он выиграет кубок раков, то ему линк торчит 100 тысяч. Ну да, понимаю. Ну ладно, у Игоря сейчас есть 100 тысяч. Игорь богатый стал. И Игорь, Игорь, да, так что знаешь, это не ударит по нему. Вот я бы торчал бы вижейлингу, а знаешь, вот мне интересно. А ты знаешь, мне бы было обиднее отдавать 100 тысяч, чем тебе. Вот даже несмотря на то, что у меня больше денег, мне бы так, я так тяжело переживаю, я бы даже за продукты не платил, но воровать не хочу. Я бы вот, вот мне так тяжело расставаться с деньгами, просто трындец. Друзья, подожди, кто-то кинул донат, ребятки, давайте вот после стрима будет, я отключил донаты, ребятки, то есть не кидайте сейчас донаты там, после стрима кидайте. Жестко нагибают на миду. Да, то их на самом деле собирают, я хуй знаю, зачем противоположная команда лезет туда. Мне нравится, что знаешь, мы, вот у Виджелинка это название Виджелинка, а у противоположной команды название противоположной команды. Не понял. Ну вот мы называем команду Виджелинка, да, команду Виджелинка, а как мы другую команду называем? Ой, чувак, ну понимаешь, тут пока еще команда называется АДТ, но, типа, это же групповой этап. Тут команды еще должны заслужить, чтобы мы помнили их имена. Как раз на этом этапе мы почему комментируем-то эту игру? Только потому, что тут Виджелинк. А так мы обычно начинали с одной четвертой, с одной восьмой комментировать, когда уже, ну, отсеется, как бы, полное нубло. Поэтому, да, это сейчас команда, которая просто всасывает у Виджелинка 11-2. Никаких более конкретных упоминаний, как мне кажется. Она, типа, ну, пока еще не заслужила. Принимают вообще просто по всей карте дичь какая-то, блядь. Братрум, сувеверный. Сейчас отдадутся, сейчас отдадутся, сейчас как пиздать. Подожди, ты на ком? О топе? Да, 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 да. Ну, а чё, кто там отдастся? Нет, они забрали Феникса, но, типа, сейчас отдадутся. Смотри, потому что топгеймер на топ идет. Сейчас топгеймер их один заберет. Сыни против троих. Вардец воткнул, вообще. Ну, знаешь, топгеймер действует по методу гейбельской пропаганды. Максимально короткое сообщение, то есть. Он постоянно говорит, что он топгеймер. И, знаешь, люди правда поверят, что Виджелинка топгеймер. И, знаешь, даже ничего не следует. Да, топгеймер, да? Топгеймер, да. А что, нет? А до этого кто себя называл топгеймера? Ну, типа, топового. Озон, да, 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 Озон. А вот никто не верит, что Озон топгеймер. А, да, а он с 2006 на Mail.ru. Так что, ну, вот, видишь, как все действует. Сумел Озон продать себя? Не сумел, но... Озону все знают, как чувака, который Мэдисона на турнике караулил, поэтому... Ну, не знаю, сейчас у Озона много веселого нового появляется. Там, секс на стриме, на... Да, я видел, где он еще... Ванамаз хуйло, или какая? Не-не, ванамаз петух. Ванамаз петух. Прикинь, кончать с мыслью о том, что ванамаз петух. Я призадумался крепко. Так, БТР и ВИДЖИ ЛИНК, два Другана, заходят в Инвизию, забирают, пошло в Дизраптора! Все, ну, забрали. Готов, готов. Тут не уйдешь. БТР, Друга... Вот как он это делает? Как он это делает, а? Три игры подряд, три игры подряд, команда ВИДЖИ ЛИНК, 12-3. Вот как он это делает? Слушай, а тут как на Интернешнале? Три игры у них сейчас будем мы смотреть или нет? Не-не-не-не-не, Best of 1, это групповой этап, ты чё? Угу. Мы вообще не любим особо БО-3, потому что, ну, очень редко заканчиваются они со счетом 2-1. Вот, пожалуй, только финал, там, полуфинал как-то так заканчивался, а в основном это просто смысла не имеет. Ну, знаешь, я вот не понимаю, почему люди так любят комментаторство в стиле всё-таки вот Вилата. То есть, я думаю, наше комментаторство намного более круче, понимаешь? Когда люди жизненные ситуации обсуждают, когда они не просто видят спорт, когда они видят жизнь. Вот, ну, ты понимаешь, о чём я, да? Ну да, но на телек таких не возьмут. Вот почему? Никому не нужны футбольные комментаторы, которые говорят не о футболе. Ну нет, с футболом... Хоть нет, мне нравятся комментаторы, которые там про историю футбола рассказывают. Ну, я же смотрю... Ну, так мы же не про Доту говорим, а про... Топгеймер пока ещё не часть истории Доты, слава богу, ёпта. Слушай, слава богу, ты думаешь, он не станет частью истории Доты? Ну, он ни один свой стрим, ни один свой, ни 100-часовой, ни 70-часовой, ни один свой стрим он не досидел. Если бы он хоть раз достримил до конца, то да. Не нужно досидеть, не нужно досиживать. Ты скажи более яркую личность в Доту 2 комьюнити, нежели Виджилинг. Это самая яркая личность. Кстати, на миде там замес происходит, и, по-моему, минус, минус темплярка, ассасин, минус хуск сейчас будет, наверное. Ну, они всё, зажрались уже, смотри, БТР. Затусили такие, типа, победили уже, можем вообще беспределить, вдвоём пошли, их наказали за это. А ДТ как начинает собираться? Может, сейчас ещё и отыгрываться начнут. Ну, перехвалили, может быть, мы топ-геймера-то, сглазили. Кстати, она слышно на Доте, Андрей, ты так не отписал или отписал тебе? Ну, если не отписал, значит, наверное, слышно. Ну, или, типа, Андрей занят более важными вещами-то. Ну, может быть. Ну, давай отталкиваться, отположить. Давай, давай о позитиве. Будем вести, как позитивно. Всем привет, с вами Сергей Симонов. Да, надо Серёгу позвать на Кубу Краково. Да, это очень, то есть, Серёга... Да, покомментировать Симоновым. Ребят, есть предположение, что у Кузьмы микрофон не выбран в настройках? Вот так-то, а? Как тебе такое? Ну, хорошо. Не хочу показаться занудой, но, по-моему, микрофон не выбран. Хорошо, допустим... Нет, я хорошо, хорошо, только скажи мне, где его выбрать, я его выберу. Да там же, в настройках звука, господи, ну где же ещё его выбрать-то? Sound device, полагаю. Раз-два... Нет, он выб... Громкость микрофона, ну, может, с этим связано, конечно. Раз-два-три, раз-два-три. Может быть, громкость микрофона связана с тем, что тебя не слышно. Вполне возможно, тебя не слышно из-за того, что... Раз-два-три. Нет, я не знаю, Андрей, что делать. Ещё в настройках Стима, по-моему, микрофон выбирается теперь сегодня. Я уже в настройках Стима выбрал микрофон, и... Усиление микрофона, возможно, не нужно. Не надо усиление, тогда он будет хреново звучать у меня, если ты поставишь усиление микрофона. Ну, тогда не знаю, ребят. Я сделал всё, что мог. То есть, ты всё сдаёшься. Я сделал выскользнуть из-под дизраптора, а? Красавелла. Наказывают, наказывают команду Виджелинка. А нет, прилетает Феникс, яйцо, пошло яйцо огромное, Виверна отходит. Дизраптор, минус дизраптор, уйдёт Виверна, не уйдёт, нет, разворачивается, хелится, пролетает, Феникс даёт, не уйдёт, минус, а? Ну, это какая, блядь, минус пять, ебать, вы панулись. Я понимаю, твоё стремление войти, вот, в смешные нарезки комментаторов. Ну, знаешь, в чём обидно, вот ты сейчас такая так комментировала, и там видно реально, что это было круто, потому что минус пять, а я это временем настройки звука настраивал. Вот, на стриме, то что... Ну ничего, люди посмотрят. Да это я, это как бы игры Линк любят, я потралил вас. Так ты затралил, что ли? Я тролль, потралил их. Они затраллированы. Ложки поверные. У них пуканые порвались. Пуканые лопнули? Ну что, будете собираться на команду АДТ? У меня модераторы пишут, что они поднакидываются, когда смотрят этот стрим. Модераторы? Да, да, то есть... А обычно они у тебя не поднакидываются. Нет, вот сейчас они пишут, что поднакидываются, вот конкретно под этот стрим. Я аж гад, и БТР заходят вдвоём на Рошана, к ним присоединяется Топгеймер, влетает в снежном шаре, отходит, баунти забирает Феникс. Ты посмотри, вот кто дал это распоряжение, что они нарушили? Как ты сейчас не много слышно, что ты сделал с микрофоном? То есть, не понимаю. У тебя теперь зашкаливает, ты чё-то вот, ну как будто... Раз, два, три. Да, тебя шкалит, тебя шкалит, вот зачем ты... Я знаю, вот скажи, так нормально должно быть. Да, зачем вот ты это сделал? Раз, два, три. Ну, не знаю, типа, о чё. Всё, забирают Рошана, кто возьмёт Аегис? Аегис Темпларка берёт скорее всего, да, Темпларка. И замес сразу же около... Бедный Сларк пытается уйти. Сларк уйдёт, не уйдёт, Сларк уходит. Да, обошлось вообще. А, не-не-не-не, Виверну забирают. Чё, погонится за Сларком? Нет. Феникс пролетает. Да-да-да, догоняют, догоняют Сларка, нифига. А, это уже Медуза, нифига, Медуза горит. Сларк ушёл, ебать, колотить, минус Медуза. Как же ты... Ты что, ты настолько допился, что ты не различаешь персонажа уже? Нет, я слепой. Я все, короче, соберу на стриме на лазерном коррекции зрения. И тогда я буду разглядывать. А чё, я думаю, что... Я сейчас все собираю... Собираем Хованского на почке. Ну да. Я сейчас собираю на гитару Gibson Blues King, короче. Хочу стать королём блюза. Слушай, вот она 84 тысяч стоит, но как по нему это из-за кризиса такая цена огромная, да? Да, да. Она 4040 стоила, получается, да? Нет, 4040 она никогда не стоила. Нет, кризис не так сильно ударил по дорогим гитарам, потому что, я думаю, ну, типа... Нужно как-то сдерживать рост, потому что люди не будут же покупать гитару там за 300 тысяч рублей, например. Хотя, может, и будут. Может, сейчас все богатые просто, типа, ну, не говорят. Посмотри, ты пропустил ульт на миде, просто, блядь, в крипов был. Но это... Как я понимаю, Вигилинг набрал таких же безумных джокеров, как вот такие вот помощники. Точно такие же, знаешь, они пишут, что они на роши, когда они... Сэн Кинг ультанул на крипов? Да, да, да. То есть они, типа, такие же безумные, как Вигилинг. Они пишут, что они на рошане. Сэн Кинг ультует в крипов. О, смотри, как влетает иноземец. Пошло, пошло, пошло. Феникс добивает Медузу, Виверну добивает. Ё-моё, минус 4. Ну, это всё. Топ-геймер, топ-геймер. Всё. Можно счёт, конечно, посмотреть. 11-2 у Феникса, 3-2 у БТРа, 2-1 у Вигилинг, но 12 ассистов, всем помогает. 0-0-4 у Сэн Кинга, новым прикалывается, и 9-2 у Темпларки. Просто разносит подчистую команду АДТ. Я вот над чем думаю, вдруг Вигилинг выиграет когда-нибудь Интернешнл. У тебя есть мечта, Юра, правда, выиграть Интернешнл, быть победителем Интернешнл? Не, я типа, ну, я же тут для удовольствия играю. Ну, подожди, вот у тебя не было никогда в голове, что ты... У меня есть мечта, нет, давай так, давай так, подожди. У меня есть мечта начать выигрывать с людьми, с которыми мне нравится играть. Вот так вот. Но такое невозможно, потому что все раки ёбаные, все раки ёбаные. Ну, это понятно. Но вот у тебя не было никогда в голове, что вот когда-нибудь, когда-нибудь есть шанс? Я знаю, что никогда его не будет, то есть, ну, я вот думаю, что может быть, Когда-нибудь я буду на интернешнале играть, и меня будут любить миллионы людей со всего мира. Не, и так любят миллионы людей со всего мира. Нет, 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 нет. Да, да ты охуел, что ли? Тебя ненавидят миллионы людей в России и СНГ, вот это точно, и тысячи тебя любят в России. От любви до ненависти один шаг. Они еще просто любят меня, но они сами вырастут, поймут, что я был охуенно смешной, а они неправы. И напишут, Юра, прости меня, был дураком. Кой же ты смешной? Самый смешной человек на планете. Это кто пишет тебе сейчас, или ты придумал? Пишут, мне постоянно пишут люди такое, постоянно. Буквально почта забита, ломится. А ты отвечаешь, наверное, да, своим фанатам и любимым? Нет, в старости всем отвечу. Типа, я только в Твиттере отвечаю, но Твиттер вообще никому не нужен. Представляешь, им настолько никому не нужно, что я постоянно даже на стримах, вот в прямом эфире, там 2000 человек, например, я говорю, в Твиттере отвечаю всем, пожалуйста, что надо справиться. И никто не пишет Твиттер, всем настолько вот нахуй он не упал. Типа, Юр, тебе что, 50, что ли, я не понимаю? Да, да, да. А ВКонтакте мне они нахуй не нужны, поэтому я там просто, ну, просто мне бесполезно. Я, бывает, знаешь, сижу, открываю эту помойку и смотрю, как какой-нибудь один пидорас там надрывается, знаешь, пишет по сообщению, каждый вот, ну, блядь, две секунды, типа, ответь, ответь, пожалуйста, очень важно, очень срочно, умоляю. И просто ничего не делаю, никогда, ни разу не посмотрел. Я недавно попал в очень, такую, знаешь, неловкую ситуацию, человек мне писал, то есть я с ним даже немного пообщался, знаешь, но он мне писал о том, что Кузьма, пожалуйста, я очень хочу сняться вместе, пожалуйста, дай мне шанс, я хочу, я не хочу прозябать, пожалуйста, Кузьма, сними со мной, умоляю тебя. И мне так неловко было, как бы, ну, говорить, типа, нет, чувак, я тебя не знаю, ты очень жуткий. И это так... Минус неверно. Да, минус. Ну, продолжай, ладно. Я уж думаю, что то, что на экране, как бы происходит, говорит само за себя. Да, то есть там... Что тут комментировать, блядь? Я даже не знаю, вот как, вот, ну, почему он не понимает, почему нет, почему мы не будем снимать вместе. Он очень странная идея, он предложил мне пойтись босиком по Петропавловской крепости и назвать это чистыми ногами по чистому Санкт-Петербургу с рассуждений. И это так... Я не знаю, как, ну, вот, я не знаю. А потом он тебя зарежет, если ты не снимешься. Он как бы видеоблогер, в этом, ты понимаешь, он видеоблогер. Ой, ты видел, что там на фонтане было? Да, ну, Феникс Мастерский залетел, конечно. Он такой, знаешь, маленький видеоблогер, у которого 8 тысяч подписчиков. Вот, но... Ну, и я не знаю, короче, чувак. Но он прямо умолял меня, чтобы, типа, у него был шанс хоть какой-то пробиться. Ну что, друзья мои, голыми ногами по Петропавловской крепости мы сегодня не пойдем. А вот Виджелинка поздравляем.